Здравствуйте! С вами программа «Место происшествий» и ее ведущий Роман Макруппл. И как обычно я расскажу о главных городских происшествиях. И сегодня в выпуске. Пропал ребенок. Найдем его вместе. Пойман разбойник, напавший на продавца магазина. Новые случаи мошенничества. Аварии на дорогах города. Но обо всем по порядку. Решила давеча одна краснодарка явств итальянских отведать. Пиццы, например. Но идти никуда не стала и заказала еду через интернет. Точнее, она так думала. Вместо сервиса заказа еды попала она на мошенников. Пицца так и не приехала. А вот счет подоспел. Да такой, что не в каждом ресторане высокой кухни получишь. 87 тысяч рублей. Потерпевшая была убеждена, что пользуется услугами популярной сети ресторанов быстрого питания. Однако не обратила внимания на несоответствие одной буквы в названии организации. И этого хватило, чтобы потерять деньги. Интернет-мошенники могут дотянуться до каждого. Опасность реальна и касается всех. А удобство использования интернета притупляет бдительность. Несколько дней назад в социальные сети города облетело видео нападение на продавца круглосуточного магазина. Такое резонансное и наглое ограбление, конечно, не могло сойти с рук преступнику. У нас есть информация, что теперь он ни на кого больше не нападет. В этом ему сильно помешают наручники и присутствие хмурых конвоиров. 27-летний подозреваемый оперативно найден, задержан и заключен под стражу. Ведется следствие. А пока не началась рубрика дорожных происшествий, напомню. Если вы стали свидетелем того, о чем невозможно молчать, отправьте нам. А проще всего это сделать через наше мобильное приложение. Приготовьте телефон и прямо сейчас наведите его камеру на экран. Открываем ссылку. Готово. Теперь вы в курсе всех новостей города. А пока дорожные новости. Частенько забывают краснодарские автолюбители про общественный транспорт. Не помнят они, что имеет он приоритет и в весе, и в правах. Наша сегодняшняя сводка напомнит и о первом, и о втором. Мирно и тихо было на Северной Иворовского. Никто не спешил. Были все внимательны и осторожны. Кроме Фольксвагена. Не увидел он имеющего приоритет троллейбуса. А троллейбус-то большой. Все видит. Моментальная реакция водителей. Многотонная машина начала тормозить. И закончила. В сантиметре от стремительно сидеющего водителя немца. Авария как таковая не состоялась. Но этот день все запомнят надолго. И пассажиры, и прохожие. А на Шевченко немцам отомстили. Замешкался на перекрестке другой Фольксваген. А вот автобус был полон уверенности. Доминировал он в полосе и конкурентов не терпел. Именно поэтому тормозить перед Фольксвагеном не стал. Ни до касания, ни после. Вчера был день пропавших детей. Такая грустная памятная дата. День предупреждения. Он обращает внимание на эту страшную проблему. Сегодня вы можете помочь найти ребенка. Смотритесь в это лицо. Ребенок пропал в Дагестане. Но по некоторым сведениям он может находиться где-то в Краснодарском крае. На этом у меня к счастью все. Берегите себя. И до встречи на главном городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова